Космолот, гартуймо перемогу! Могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источника называют отторжение пересаженной почки, которая началась несколько дней назад. Такой информацией в Твиттер поделился бывший вице-президент российской нефтяной компании Юкас Леонид Невзлин. И он считает, что почку, политику могли пересадить еще в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи. Но сейчас якобы констатировали у Кадырова умирание мозга и срочно вызвали врачей из Эмиратов в Центральную клиническую больницу Москвы. И вот они уже там колдуют над Кадыровым. Действительно, много интриги, много шлейфа неизвестности. Но тут еще один интересный момент, что когда случилась загадочная смерть Пригожина, то многие СМИ писали, что вскоре Кадыров будет следующим. Вот как вы это прокомментируете? И Дундон умер или пока еще рановато? Мне бы хотелось немножко акцентировать внимание на смерть мозга. Смерть мозга у Рамзана Кадырова произошла гораздо раньше. Согласна. Кроме той озвученной вами информации, на данный момент другой информации мы не обладаем, к сожалению. Вот только что я прочитал информацию, что какой-то загадочный джет отправился из Москвы в Германию. Это такой специальный борт по транспортации тяжелобольных. Так что мы как бы наблюдаем за этой серией, что случилось с Доном. Очень интересно, что в Германию, потому что мы же знаем, как эта страна относится к России и как работают вообще санкции. Но то есть мы можем констатировать, что состояние здоровья Кадырова точно ухудшилось. Есть много действительно суеты, много автомобилей приезжали под его больницу. А насколько близкие люди приезжали в Москву? И я думаю, что если бы все было хорошо, то такой суеты не было бы? Я не удивлен, если даже Рамзан Кадыров окажется в Германии. Потому что лет 6-7 тому назад, если не ошибаюсь, его один приближенный Бесмурадов, у него позывной «Патриот». Он после тяжелой аварии оказался по поддельным документам, у него были другие российские документы, оказался на лечении. Где-то около месяца он лечился в Германии. В одной из клиники Германии он лечился. Прошел курс лечения и спокойно уехал домой. Но по документам он был совершенно другой человек. То же самое могут сделать и для Кадырова. Но я думаю, тут бы документы даже не помогли. И Кадырова все знают. Это мы с вами так рассуждаем. А на таком уровне я не знаю, что будет. А как вы считаете, может ли это быть такой спланированный спектакль Кадырова, чтобы проверить своих же? Он это делал задолго до вот этих моментов. Проверять уже не осталось никого. В его окружении находятся исключительно лояльные люди. Нет никого, кого можно еще сотый раз проверить. Много сплетен и разговоров по поводу того, что же на самом деле случилось. То ли его кто-то отравил, то ли он увлекался наркотиками. Как вы считаете, что могло привести к такому критическому состоянию? И если же кто-то его отравил? А мы знаем, что это почерк Путина. Он любит таким заниматься. Зачем именно сейчас? Версий много на самом деле. Мы в своем кругу обсуждаем разные версии. Туда входит и отравление новичком, и удаление такой некой армии, после Пригожинской армии, удаление армии Рамзана Кадырова. Удаление этого человека как персонажа, который уже не нуждается в этой системе, в путинской системе. Этот человек уже себя изжил. То есть получалось, что долгое время их кормили, лилили, предоставили им целый такой огромный штат, чтобы они обучались. А по факту украинская война показала, что они абсолютно небоеспособные подразделения. Они даже не могут удержать ту или иную территорию, которую регулярные российские части передают в их ведение. Даже эти территории они не могут контролировать. То есть получилось, что, грубо говоря, Рамзан Кадыров цепной пес, но пес, который может только на своей территории что-то делать. Когда этого пса переводят на другую территорию, то этот, он себя чувствует некомфортно. Начинает заниматься всякой ерундой. Мородерством начинает, разбоями, всякой-всякой ерундой начинает заниматься, которая абсолютно неинтересна путинскому режиму. Ну, это вот версия по поводу армии. Ну, она, в принципе, возможная. А какие еще есть версии? Вот что вы скажете по поводу того, что Кадыров очень любил наркотики? Однозначно. Я вообще придерживаюсь именно этой версии, что человек, обладая... Он даже не знает, сколько нулей имеет его состояние. Он знает, в каком весе у него состояние, в золоте, в деньгах и в недвижимости, во всем этом. И человек, в конечном итоге, как и любой диктатор, скатился именно к наркотикам. И я считаю, что это последствия тяжелых наркотиков. То состояние, в котором он сейчас находится. Возможно, он мертв именно из-за наркотиков. Если действительно Дон вот-вот умрет, кто возглавит Чечню? Это будет кто-то изнутри или же Путин назначит своего ручного человека? В любом случае, это будет назначение Путина. Путин последний человек, который решает, кого туда поставить. Более вероятная кандидатура, на мой взгляд, это Даудов Магомед. Это самая такая вероятная кандидатура, исполняющая временно, исполняющая обязанности Рамзана Кадырова. Я не говорю президента, а именно Рамзана Кадырова. Потому что только продолжение того террора, который на протяжении долгих лет наблюдается в отношении чеченского народа, дает им возможность существовать этому режиму. Иначе, если даже на один градус они поменяют свой вектор, Кремль их всех уберет и поставит своих других людей. Но на самом деле кандидатов очень много. Я слышала и то, что, может быть, это и Делимханов, потому что Кадыров назвал его человеком, который может его сменить. Даудов Магомед, о котором вы сказали, он действительно приближенный к Кадырову, многолетний спикер парламента. Дальше Магомед Хучиев, это председатель правительства. Кадыров ему якобы доверяет. Человек не глупый, умеет управлять. Это говорил же Рамзан Кадыров. И когда он уходил в отпуск, то он оставлял именно Хучиева. Также рассматривают кандидатуру старшего сына Кадырова, Ахмат Кадыров. Он возглавляет в Чечне отдельные движения первых. А 18-летний Ахмат в марте еще и встречался с Путиным в Кремле. Кадыров писал, что Путин поздравил Ахмата с бракосочетанием, и поэтому он к нему хорошо относится. Ну и еще один кандидат, это Хас Магомед Кадыров, мэр Грозного. Вот как вы считаете, вот по поводу сыновей, каковы у них шансы? У сыновей нет никаких шансов, абсолютно нет никаких шансов, потому что они только вылупились, грубо говоря, и их только начал Рамзан выводить в люди, только начал назначать их на те или иные должности и показывать в разных фермерах деятельности. То есть эти люди, эти дети Рамзана Кадырова вынуждены будут все равно пользоваться услугами Даудова, Делимханова и прочего. Я бы хотел немножко обратить внимание на вот эти кандидатуры, которые вы сейчас поставили. Делимханова, Кадыров назвал Делимханова своим преемником в тот период, когда была такая последняя, можно сказать, такая акция отравления Рамзана Кадырова, когда он убрал всю свою охрану, и брат Делимханова, который руководит вторым полком Кадырова, Шерип, кажется, его зовут, он долгое время практически лично охранял Рамзана Кадырова. Вот в этот период было сказано, что приемником после него будет Делимханов. Совсем недавно, где-то полгода тому назад, у Делимханова и Рамзана Кадырова случилась такая непонятная ситуация, где старший сын Рамзана Кадырова в ультимативной форме приказал Делимханову сложить в себя полномочия, а Делимханов, как нам известно, руководит всем криминалом, который находится на территории России. То есть весь бизнес, можно сказать, проходит через него. И вот на фоне этого у них произошла такая стычка, даже были, он был в спешном порядке вызван в Чечню, после этого во дворе Делимханова произошла такая перестрелка, что-то вроде, ну, стреляли, сказали, нам объяснили, что там стреляли, и Делимханов в грубой форме был отправлен на поклон к Рамзану. После этого Делимханов долгое время, несколько месяцев, как минимум, находился на территории Украины, безвылазно на территории Украины. И вот буквально недавно он оказался в этой ситуации, где сейчас. Я считаю, что Хучиев — это такой директор совхоза, которому можно только доверить определенный участок. Это абсолютно не самостоятельная личность. Он даже одного цента, одну копейку не сможет с места сдвинуть без ведома Рамзана Кадырова. Я эту кандидатуру вообще бы не рассматривал. На мой взгляд, более такой подходящий персонаж, который еще долгое время готовился, то есть не готовился, а находился в окружении Ахмата, отца Кадырова, так и Рамзана, это все-таки Даудов. Кстати, наш секретарь РНБО Данилов, он говорит, что смерть Кадырова может ударить и по позиции Кремля. Да, после вероятной смерти Дандона возникнет ослабление позиций одной из группировок верхушки России, которые постоянно между собой выясняют отношения. И такие события повлияют на Кавказский регион. Соглашаетесь ли вы с тем, что Путину без Кадырова будет трудно обеспечить стабильность в Чечне, и что официальным лицам Кремля стоит быть обеспокоенными, что информация о смерти или болезни Кадырова может повлиять на стабильность контроля власти над Чечнёй? Я не согласен с этим, потому что контроль над сегодняшней Чечнёй держит не Рамзан Кадыров, а 150-тысячная группировка российских войск. Этот контингент войск дал возможность проявить Рамзану Кадырову в той мере, в которой мы его знаем. Любая спецоперация, любое мероприятие, которое было направлено против бойцов сопротивления, оно из 90% состояло российской армии, и только 10% — национал-предатели. Поэтому я в корне не согласен с тем, что какие-то позиции, даже что-то пошатнётся в Кремле или в российской политике, потому что Рамзан Кадыров как личность, как политическая личность, как военная личность никоим образом не играла во внутренней и внешней политике Российской Федерации. Это 100% ставленник Кремля, который закреплён на определённом участке. Он служил с самого начала, до скончания его дней, я надеюсь, он умер, до смерти служил таким проходным ключом, который открывает самое сердце чеченского общества, дабы покорить чеченский народ, и тем самым, покорив Чечню, покорить весь Северный Кавказ. Как мы видим, сегодня ни в одном регионе Северного Кавказа не происходит ничего, потому что в Чечне сопротивление погасло. Это исторический факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова